Итак, впечатления от нового рейда источник кошмаров. От первого дня, от его механик, наград, дизайна, оправдал ли ожидания, в общем много вопросов вы задавали в телеграм, на какие-то я кратко ответил сразу там, но подробнее расскажу в этом видеоговорильне, хотя постараюсь и не затягивать тоже. Для тех, кто супер занятой, рейд мне понравился, я бы наверное назвал его одним из наиболее запоминающихся со времен последнего желания уж точно, а вот теперь рекламная вставка, а потом объясню почему я так считаю. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса, больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинге есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду Трипл Вайп, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы, проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. У меня не было каких-то особых ожиданий до старта рейда. Я конечно слышал о сливах по нему, знал, что финальным боссом станет великий и ужасный Незерек, но я совру, если скажу, что я был мега заряжен на Дайван. Я даже команду собрал за день до его начала, по сути. Мы пошли с Татиком, который до этого вместе никогда не играл. Но об этом позже. Я видел, что люди в интернетах писали о том, что рейд слишком простой. И я с этим не согласен. Ну, точнее как, я согласен в том, что он не суперсложный. Но я не согласен, когда говоря о простоте рейда, говорят о том, что именно из-за этого он плохой. Нет, рейд очень хорош. Да, прям очень. Во-первых, он красивый. Он масштабный. Он завораживает своими локациями и пейзажами. Он пугает голосом Незерека, сопровождающим нас на протяжении прохождения. Он показывает нам локации, которые выглядят супер свежо для Дейстони и при этом сюрреалистично. Всё в таких ярких красках, но всё при этом мрачно. Нам даже дают побывать в том самом зале, в котором мы впервые видели свидетеля в катсцене Королевы Ведьмы. Это просто отвал. Когда вы выходите за дверь, идёте по коридору и осознаёте, где вы. Это вот было очень круто. Да и в принципе, этот этап с планетами, макрокосм просто, наверное, главное впечатление от рейда. Но, возвращаясь к вопросу сложности, он сложный ровно настолько, насколько мне бы хотелось видеть сложными рейды сейчас. Объясняю. Рейды в Дейстони — это то, что как бы на слуху. Все постоянно слышат эти истории про рейды на десятки часов, про редко выпадающие экзоты. Но при том тех, кто реально ходит в рейды, всё ещё меньшинство. Прохождение рейдов всегда было проблемой для игроков. И нет, речь не только о новых стражах. Люди годами играют в эту игру и ни разу не были в рейде. А если они не были в рейде, их и опытными не считают. Потому что у них нет команды, или они просто боятся, слэш, не готовы тратить 10 часов на прохождение. Потому и не бывают. Но откуда этот миф про 10 часов на рейде? Какой рейд в Дейстони не закрывается за часа два, ну? И вот тут появляется источник кошмаров. Он покажет игрокам, что такое рейды на самом деле. А это? Это масштаб, активность комплексная, запутанная, с огромными пространствами, которые ощущаются как особое приключение, которое вы проходите со своими друзьями и которое впоследствии наградит вас не только ценным лутом, но и обрастёт персональными историями. Словно вы отправились в Мордор, а потом рассказываете об этом у Камина. А ещё это обучение командной работе. Да, механики в рейде не сложные и не новые. Бафы от рейликов мы получали десятки раз, но тут важны тайминги. Важна командная работа, знание локации и отзывчивость. Рейд не простит вам ошибки. Рейд не позволит кому-то бездействовать. Это главная задача любого рейда. Занять каждого игрока в команде в действии. Для игроков, которые не были в рейдах, это подарит уникальный опыт, который они будут ощущать уникальным. И сейчас, на закате первой главы вселенной игры, это важный поинт для Destiny. Рейды должны стать чуть доступнее, но при том ощущаться уникальными. И несмотря на то, что источник кошмаров за первые 48 часов закрыли больше команд, чем когда-либо, там что-то около 40 с чем-то тысяч, по-моему, против обычных 3-5 тысяч, он не обесценивает усилий трайхардеров. Он грамотно даёт пространство проявить себя разным игрокам. И я очень рад за тех чуваков, которые закрыли свой первый Day One в этот раз. У меня в команде было несколько таких игроков, и их радость на моменте победы над финальным боссом дорогого стоит. Рейд фановый, он ощущается всё ещё как игра, а не как страшная ответственная миссия, провалив которую ты навсегда упадёшь в глазах напарников, и они тебе даже страйки формить не предложат потом. Он даёт простую механику, помещает тебя в красивые локации, и говорит «веселись, но не забывай смотреть по сторонам». Сложность и вызов рейда не достигается мобами, которые душат. Сложность не достигается толщиной боссов, они дамажатся адекватно, а не как губка с бесконечным хп. Да, на финальном боссе это кажется странным, но в целом-то мы же всех боссов так или иначе убивали за одну с двех фазы. Так в чём проблема в этот раз? Забыли каоса, которого мы использовали для теста оружия, ну... Но не всё так сладко, нет. Давайте про минусы тоже скажу. Они отчасти вкусовщина. Например, мне до омерзения непонятны с этой брони рейда. Они выглядят как насмешка, и носить такое я не стану точно. Но если кому-то нравится, окей, не осуждаю. Во-вторых, Незерек. Он разочаровал меня дизайном. И я не только про то, что это рулк с пивным брюхом. Не, не про внешку даже. Пускай бог с ним. Кто из нас сейчас в хорошей форме? После удалёнки это в конце концов. Босс не дотянут именно по механике. Я уже обсуждал эту тему со многими знакомыми и в чатах, и в твиттере. Но так вот, скажу и тут. Когда я слышал имя Незерек, все эти годы, я вспоминал этот арт. Я проникался этой атмосферой загадочности, страха, неизвестной угрозы. Я не мог объяснить, что такое этот Незерек. Но я понимал, он точно может быть проблемой. Мы сражались с богами, с Ориксом, с Кротой. Мы одолели Саватун и идём по следу неизведанной сущности. Но Незерек оказался просто чуваком с косой. Он не ощущается тем, кто стоит выше нас. Рулк ощущался. Как он пугал этой своей походкой подиумной. Он буквально транслировал то, что мы просто ссор под его ногами. Как пугал Орикс своими масштабами, помните? Оказавшись в его тронном зале, мы понимали, что одолеть его сейчас это случай удачи, потому что, ну, куда нам до его могущества, ну и размеров. А Незерек бьёт косой, кидает пустотные диски и прыгает на игроков. Он не пытается расщепить стражей на ровные диски, как в тех кадрах вступительной сцены к Лайтфолу. Он не забирает вас в тёмную потустороннюю локацию, где вы будете чувствовать себя беззащитным. Как это делал тот же Орикс. Он не выглядит как что-то могущественное. Он обычный босс из плейлиста налётов. Даже механика этапа элементарная. Одни отвлекают, другие вкидывают бафы и всё, дамаг фаза. Отвлекают Незерека. Лол. Ну, смешно даже звучит. На Дайване мы всерьёз обсуждали, а надо ли нам использовать механику безопасных зон, или мы можем просто взять босса на раш. Напомню, это командой, которой мы не играли прежде вместе. Не прошли вместе ни одного рейда. И знаете что? У нас получилось. Это прикольно, но это и разочаровывающе одновременно. Не получить сопротивление от того, кто был буквально бугименом для киндергардианов несколько лет. Вообще, рейд много раз за первое прохождение позволял чуть больше, чем обычно позволяет Дайван поход. Например, у нас первого босса один чел хотел с лука дамажить. Мы смеялись, говорили, какой к чёрту лук, нам нужен дамаг. В итоге он реально дамажил с лука на финальной фазе, когда мы в итоге босса-то и добили. И знаете что? Это весело. И так должно быть с рейдами в их первой итерации, в первом варианте. Мне нравится, когда Дайван ощущается классной олимпиадой для тысяч игроков, а не жёстким турниром топ-лиги для Глада, Сентеграйпа и остальных задротов. Для них будет мастер-сложность, будет челлендж и режим, будут особые испытания, которые принесут удовольствие и яркие эмоции этой части сообщества без урона остальным игрокам. Так что завершая свой спич, рейд классный, он ставит и выполняет понятные мне задачи. Я в последнее время не самый большой ходок в рейды был, но в этот с удовольствием буду ходить, чтобы получить экзот и может даже титул. Спасибо за просмотр, делитесь своими мыслями о рейде в комментариях, и ещё, те кто никогда не был в рейде, пишите в комментариях об этом. Уверен, что многие будут рады вам помочь сходить в новый рейд впервые вместе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok